Идея благотворительного концерта появилась, когда музыканты приютили бездомную кошку, о которой заботились волонтеры права на жизнь. Девушки решили помочь остальным животным найти любящих хозяев и поспособствовать строительстве нового приюта, а заодно представить публике свое творчество. Вообще идея изначально была создать такую площадку, на которой могли бы развиваться наши творческие коллективы, как студия вокала, так и моя, и творческая школа Анны. Также у нас на площадке работает школа телевидения «Артскол». Это тоже для них такой опыт получается. И, конечно же, самым главным-то является помощь нашим бездомным животным. Нам пришла идея вместе помочь первому приюту нашего города, чтобы уже наконец-то решить проблему с бездомными собаками. Посетителей радовали веселыми песнями, а также зарядкой для всех желающих. Самых маленьких гостей развлекали аниматоры. На открытии с благодарственной речью выступили депутаты местной городской думы. В настоящее время мы делаем все, чтобы приют для бездомных животных стал реальностью в нашем городе. Каждый из вас может оказать посильную помощь нашим зоозащитникам. Очень здорово видеть здесь такое большое количество людей. Рад, что мы смогли объединить любителей домашних животных сегодня. И большое спасибо всем организаторам, всем, кто принимал участие. И, надеюсь, будем проводить такие мероприятия на постоянной основе. Особенно зрителей порадовали выступления совсем маленьких певцов. Ребята исполнили собственные версии известных песен и получили свою порцию громких аплодисментов. Юные артисты тщательно продумали концертные костюмы и танцы. На благотворительной выставке было представлено 7 щенков и 13 кошек – от совсем малышей до взрослых животных. Каждый из хвостатых получил море внимания и ласки от посетителей. О том, что нужно сделать, чтобы забрать питомца домой, рассказала представитель организации «Право на жизнь». Нужно получить инструкцию дальнейшую, что нужно сделать. Если кошка один раз вакцинирована, то её нужно будет второй раз вакцинировать. Ну и всё-таки такие мелочи по кормлению, по уходу, не более того. Юные активисты и посетители порадовали животных самодельными игрушками в знак любви и заботы. Плетённые с тканей косички оценили все хвостатые. Я делаю для маленьких щенят, которые сейчас на улице игрушки, чтобы они играли в приюте, чтобы они жили хорошо и они счастливы были, и чтобы они нашли хозяев себе. Участие принимала и студия А2, организаторы которой делали аквагрим всем желающим. Также на мероприятии было объединение «Северная стая», которое обучило посетителей спортивному бегу с собаками. Все деньги, вырученные с благотворительной акции, будут направлены зоозащитной организацией «Право на жизнь». Арина Василенкова, Рамиль Аскаров, телерадиокомпания «Юганск».